всех приветствую на связи фарида мукожанова и сегодня я вас приглашаю к беседе на такую тему как благополучие через музыку и пение давайте поговорим о том как быть здоровее счастливее и креативнее с музыкой я хочу познакомить вас с некоторыми научными и практическими сведениями на эту тему а также дать вам очень практические и классные инструменты для того чтобы музыку и пение использовать своей жизни с большим эффектом более осознанно и с большим удовольствием для начала скажу что для меня эта тема представляет огромный личный интерес и музыка присутствует моей жизни с самого рождения даже раньше дело в том что моя мама профессиональный музыкант она играет на арфе и поэтому с музыкой я знакома очень хорошо на музыка конечно же это не только удел профессиональных музыкантов и детей музыка присутствует в человечестве из человечества очень очень давно по мнению некоторых ученых исследователей возможно что музыка и пение даже предшествовали нашей речи и в мифологии различных странных народов мы можем видеть различные божества обоих полов которые играли инструментах и подарили их людям почти во всех мифологиях и наверное правильно будет сказать во всех музыка это такой дар подарок богов людям это нечто данное свыше и поэтому она имеет для нас всех наемли мы это или нет огромный сакральный исцеляющий смысл и и вот одни из самых древних изображений музыкантов певцов и танцоров и самое интересное здесь это по моему мнению наскальные рисунки петроглифы из индии на которых отчетливо можно увидеть музыкантов играющих на подобии арфы какой-то первобытный струнный интерес а также люди трубящие трубы возможно это какой-то военный инструмент так или иначе мы можем видеть что музыка играла большую роль и в те древние времена и для моего народа для казахов музыка также была очень важным элементом важной частью повседневной жизни и вот здесь представлены одни из самых древнейших 100 самых стариннейших инструментов двое из них из музея которые я посетила в прошлом году музей народных инструментов в городе алматы я лично была очень удивлена насколько оказывается богатая музыкальное наследие у казахов я честно сказать не представляла что есть такое обилие различных инструментов которые использовались для самых различных целей не только для повседневного развлечения но и для каких-то сакральных целей в ритуалах в обрядах были специальные военные инструменты и музыканты это кажется очень богатая интересная тема здесь на фото вы можете увидеть инструмент под названием со сырной что означает глиняная и столько саз это глина а сырная и столько или общее название духового инструмента как явствует из названия изготовлялись они из глины и имели вот такую яйцеобразную форму чаще всего и здесь вы видите сохранившийся экземпляр относящийся двенадцатому веку рядом находится другой инструмент под названием дурн горщик это своеобразная погремушка и она немного более древние относящиеся к шестому седьмому веку и также изготовлены из глины на другом снимке вы можете видеть кобыз это очень важный музыкальный инструмент для казахов и это реконструкция кабыза найденного в кургане 6 7 века нашей эры возможно это один из самых древних кабызов то есть мы знаем как они выглядели в те времена о том что музыка имеет терапевтический исцеляющий оздоравливающий эффект известно давно и есть такое целое направление как музыкальная терапия или музыка терапия это клинический то есть профессионально используемый основанный на научных подтвержденных данных подход к исцелению звука и одно из определений музыкальной терапии звучит так это вспомогательная профессия сфере здравоохранения на стыке музыки психологии медицины и педагогики музыкотерапевты работают со звуком для поддержания физического когнитивного эмоционального и социального здоровья людей и методы которыми пользуются такого рода терапевты разнообразные все они связаны с музыкой это может быть создание написание музыки пение движение под музыку также прослушивание музыки здесь я не буду вдаваться в подробности музыкотерапии мы поговорим о том что может использовать обычный человек не имеющие музыкального из какого-то специального образования такие основы азы доступные любому если вам интересно конечно вы всегда можете узнать больше и обратиться к специалисту приведу некоторые другие цитаты из статей меня заинтересовало то как обстоит ситуация с музыкой терапия в моей родной стране в казахстане и я была рада увидеть что такой метод используется более того помимо такой классической традиционной музыкотерапии в которой используются классические композиции потому что они действительно имеют замечательный оздоравливающий эффект но есть и новое этническое направление как кабызотерапия который используется уже упомянутый мной инструмент кобыз такой специалист как кумажан мукашева разработавшего это направление даже написала докторскую диссертацию на тему как исцелять звуками кобыза если вам интересно узнать больше кабыза терапия а также о том какие конкретные композиции какие конкретно инструменты подходят для каких состояний заболеваний для каких целей то ссылки на эти статьи вы можете найти в описании к видео и давайте перейдем к тому почему же музыка может быть таким терапевтическим средством это связано с тем что музыка воздействует на наш мозг и вопрос на засыпку какая зона мозга отвечает за музыку и ответ в том что нет такой зоны такой области мозга которая не участвовала в этом процессе как-то не затрагивалась ты музыкой позвольте мне рассказать несколько фактических научных сведений чтобы лучше понять весь масштаб ситуации насколько это мощный и значимый вообще инструмент у нас есть слуховая кора она располагается в височной доли мозга и здесь мы как раз таки обрабатываем музыку которую слышим наша префронтальная кора анализирует музыку анализирует слова аналитическим сознательным образом если она участвует действует слишком активно это может подавлять креативность до которой мы еще дойдем затылочной зоне мозга происходит обработка изображений образов картинок и она работает если мы начинаем представлять какие-то картинки во время прослушивания музыки а профессиональные музыканты у них эта зона работает особо активно потому что многие из них видят музыку представляя ноты теменная доля также участвует в процессе когда мы играем на музыкальном инструменте мозжечок координирует движение когда мы танцуем под музыку или же когда мы управляем каким-то крупным музыкальным инструментом в наших руках и также здесь хранится физическая память интересно что такая такого вида память очень крепко заседает в мозгу и даже люди с серьезными стадиями нейродегеративных болезней прогрессирующим альцгеймером помнят очень часто хорошо помнят как играть инструменты это умение этот навык их не покидает даже когда они уже перестают узнавать своих знакомых и вообще что-либо помнить центр брока ответственен за речь и здесь мы рождаем речь и можем выражать себя в музыке и это зона может быть развита через музыку что будет способствовать нашему более эффективному общению с людьми зона верники это та зона мозга которая понимает письменный и устный язык речь и также это зона мозга благодаря которой мы можем наслаждаться красивыми песнями под корой залегает лимбическая система это центр наших эмоций нашей памяти и автоматических реакций конечно же он также активно участвует в музыке слушаем ли мы или и или производим и здесь лежат центры которые ответственные за удовольствие за награждение и поэтому музыка может приносить огромное наслаждение потому что активизируются эти самые центры как например прилегающее ядро это та зона мозга которая выискивает удовольствие и поощряет то удовольствие которое ей нравится и это зона мозга играет большую роль в развитии зависимостей и музыка интересно оказывает очень похожие действия как и опиоиды и поэтому прилегающее ядро очень живо реагирует на ту музыку которая нам нравится которая нам в кайф и таким образом музыка даже может стать своеобразным наркотиком для нас потому что она очень хорошо стимулирует вот такие вот зоны мозга другая часть мозга которая занимается обработкой и выплеском эмоции это амигдала миндалевидное тело и музыка воздействует может таким образом что в амигдале подавляется реакция страха и этот сигнал может даже трансформироваться в удовольствие и когда мы испытываем мурашки по коже от музыки это значит наша амигдала пришла в движение гиппокампе происходят различные процессы связанные с памятью здесь регулируются эмоциональные реакции и гиппокамп также нам помогает ориентироваться в пространстве и музыка очень благотворно может воздействовать на эту зону мозга провоцируя производство новых нейронов и таким образом мы можем улучшить свою память в гипоталамусе происходят процессы связанные с поддержанием гомеостаза такого общего баланс баланса всего организма здесь происходят гормональные процессы вырабатываются гормоны и различные химические вещества которые необходимы для того чтобы регулировать такие вещи как жажду аппетит сон настроение биение сердца температура тела метаболизм рост и либидо и и классическая музыка воздействует на гиппоталамус таким образом что она приводит его в баланс гомеостаз и таким образом наш организм гармонизируется мозолистое тело свою очередь помогает обоим полушариям взаимодействовать координирует их работу и соединяет левую часть мозга левая полушария ответственная за логику и правая ответственную за интуицию и наконец-то путамин или скорлупа обрабатывает ритм и регулирует движение тела и координацию и ритм надо сказать это очень важная составляющая нашей жизни мы привыкаем спокойному размеренному ритму еще в утробе матери и как только у матери начинает изменяться ритм ее сердцебиение или дыханием любой эмбрион интуитивном уровне ощущает что что-то не так что-то стряслось это небезопасно и поэтому ритм это огромная важнейшая составляющая нашей жизни и он может воздействовать на нас как гармонизирующим так и дисгармонизирующим образом и вот в такой зоне мозга как скорлупа музыка может повысить производства допамина этого будет выражаться в том что на какие-то мелодии с каким-то определенным темпом определенным ритмом мы будем реагировать с огромным удовольствием значит этот что ритм это тот ритм в котором так сказать бьется наше сердце и нет такой универсальной музыки которая полезна всем или универсальной музыки которая вредна всем это связано с тем какая музыка нам нравится не нравится и какая музыка на нас влияет благотворно или неблаготворно по нашим личным индивидуальным ощущениям то есть если мы слышим музыку которая нам нравится происходит производство положительных гормонов если же мы слушаем музыку которая нам не нравится и часто это происходит непроизвольно когда нас оказывается какой-то ситуации где играет радио или звучит как эта музыка у нас начинается выработка кортизола и других гормонов стресса что что выражается в том что нам становится не посидеть не по себе некомфортно и хочется избавить себя от этого неприятного музыкального воздействия таковы основные положения нейро физиологии музыка терапии я надеюсь это вам поможет лучше и более осознанно использовать музыку себе во благо и на здоровье буквальном смысле слова теперь давайте посмотрим на то каким же именно образом мы можем инкорпорировать музыку свою жизнь для своего благополучия в общем смысле этого слова мы можем использовать пассивное слушание и активное слушание разница между ними состоит в том что при пассивном слушании мы просто воспринимаем музыку как фоновую это обычное прослушивание музыки которая нравится или который нам захотелось послушать активное слушание в свою очередь это взаимодействие с музыкой то есть мы слушаем активно когда мы хотим получить какой-то определенный эффект например мы хотим мы хотим расслабиться или наоборот взбодриться или мы хотим может быть сосредоточиться на чем-то может быть на самой музыке на ритме и так далее то есть мы погружаемся в музыку для того чтобы достичь какого-то определенно определенного нужного нам эффекта музыка может быть использована для терапевтического самовыражения что широко используется профессиональными музыкой терапевтами но никому ним никто не мешает начать это делать самостоятельно у себя дома в любой доступной и желаемой форме можете петь сочинять музыку выражаться огромным количеством способом что замечательно это почти всегда имеет огромный терапевтический эффект также это может быть творческое самовыражение уже с целью создать что-то замечательно интересное и возможно поделиться этим с миром то есть это написание инструментальной музыки или песен и запись такого материала и также мы можем использовать музыку для аутотренинга для своих личных целей и дальше мы поговорим некоторых вариантах как это можно сделать и так еще несколько еще несколько слов о том как можно стоит слушать музыку существует такое понятие как внутреннее слушание это когда мы прислушиваемся к себе своим ощущениям своим внутренним откликом на музыку и простым упражнением для этого может быть включить какую-нибудь классическую композицию закрыть глаза и прислушиваться к тому что происходит у вас внутри как ваше тело ваша душа реагирует на это произведение расслабляется ли тело или наоборот появляется больше энергии хочется что-то делать какие образы возникают на внутреннем экране какие приходят мысли и идеи воспоминания то есть что эта музыка делает с вами и можно провести такой эксперимент посмотреть как различные жанры музыки виды музыки воздействует на вас и создать даже какой-то определенный плейлист для активного слушания когда вы захотите слушать музыку для получения нужного вам эффекта расподриться или наоборот расслабиться успокоиться и так далее есть еще такое понятие как глубокое слушание которое очень близко подходит к внутреннему активному слушанию и объединяет их это прослушивание музыки с толком с чувством с расстановкой когда вы прямо-таки вживаетесь музыку обращайте внимание на все изменения перелива мелодии как она изменяется это как это все воздействует на вас и что я предлагаю вам сделать если вы хотите начать более осознанно использовать музыку для своего здоровья для своего благополучия это сделать личные плейлисты это ряд ли плейлистов с определенным назначением и здесь я хочу проговорить несколько примеров какие это могут быть плейлисты например можно создать свою музыкальную автобиографию и пройтись по основным векам с верхом своей жизни от детства до юношества до молодости до сегодняшнего дня с той музыки с музыкой которая на вас как-то особенно повлияло связано с каким-то важными событиями и посмотреть на свое музыкальное развитие очень рекомендуется создать плейлист для расслабления и отдыха это та музыка которую вы сможете слушать в том числе и активно когда понадобится расслабиться и отдохнуть вся красота музыки находится в том что это очень мощный инструмент и достаточно нескольких минут чтобы получить полный эффект и за такой короткий промежуток активного сконцентрированного внимание на музыке активного слушания можно получить очень хороший расслабляющий эффект также можно создать плейлист для мотивации для вдохновения когда понадобится такой толчок для себя для следующего рывка можно составить плейлист для счастливых песен и грустных песен если захочется в такие моменты что-то особенное попеть или послушать чтобы помочь себе переработать эти чувства если вдруг какой-то момент у вас будет переполнять счастье или грусть хорошо также составить плейлист с фоновой музыки музыкой для работы и учебы которая будет помогать вам концентрироваться на поставленные задачи не отвлекаться и будет приводить ваше ваше тело весь вашего организма в такое расслабленное спокойное уравновешенное состояние которое очень хорошо поможет выполнить эту самую работу или посвятить себя учебе также можно составить плейлист с одухотворяющей музыкой для тех моментов когда хочется испытать такие особые чувства соединения со всем сущим нечто высшим что существует во вселенной и здесь конечно же выбор будет зависеть только от вас что это за музыка и какой эффект она на вас оказывает это лишь некоторые примеры у вас могут быть свои плейлисты со своим назначением и своими задачами я очень рекомендую этим заняться потому что это очень хороший действенный инструмент итак музыка для успокоения музыка может очень хорошо помочь снимать стресс успокаиваться расслабляться и отдыхать а также не забывайте что правильная музыка также дает чувство безопасности и благополучия что очень важно и один из самых доступных если не самых эффективных методов избавления от стресса это пение и статья bbc прошлого года даже называет пение самым доступным средством от стресса которому многие европе обратились во время пандемии и длительного локдауна пение это вообще замечательная деятельность замечательное упражнение а дело в том что это действительно физическое упражнение аэробная при котором мы даем нагрузку нашим нашим дыхательного аппарата легким голосовым связкам и поэтому процессе пения вырабатываются допамины как во время любой другой физической активности и пение действительно понимает настроение и приятно за счет этого также во время пения мы контролируем дыхание а мы знаем что дыхание это такой магический процесс и существует огромное количество дыхательных упражнений техник и и с помощью которых мы можем управлять своим состоянием и своим здоровьем также интересный научный факт пение особенно хоровое с другими людьми повышает выработку секреторного иммуноглобулина а слюне который является показателем здоровой иммунной функции нашего организма то есть пение улучшает наш иммунитет также так называемое коммунальное пение или пение в группе то есть не наедине с другими людьми также дает такой эффект как выработку окситоцина это очень важный гормон он ответственен за образование межличностных связей и привязанностей за доверие и защищение благополучия и безопасности и он особенно важен для женщин потому что вопреки стереотипу для женщин характерна такая стрессовая реакция как заботиться и объединяться в моменты стресса не всегда это бей или беги и поэтому пение очень сильно показано для женщин я бы сказала и еще несколько слов коммунальном пении почему это такая замечательная вещь и вообще было бы замечательно если больше людей пели вместе с друзьями вместе с знакомыми или вместе с хором потому что также было показано в экспериментах исследования что такое вид пение также приводит к состоянию названному камамута которое можно перевести как растроганность любовью это такое духовное чувство переживания возникает она когда мы чувствуем единение с нечто больше нечто высшим она может возникать на природе когда мы выезжим видим потрясающей красоты пейзаж она может возникать когда мы узнаем какую-то вдохновляющую потрясающую историю ну и как оказалось когда мы соединяемся с людьми проявляем свои лучшие качества а также когда мы поем мы можем переживать это высшее чувство под названием камамута в общем подводя итоги пение это очень замечательное средство для здоровья и многие обратились к нему во время локдауна кто-то пел на своих балконах кто-то давал домашние концерты многие люди стали организовывать зум вечеринки и зум караоке это восхитительная идея кстати предлагаю вас воспользоваться ею если у вас есть друзья которые любят петь если же нет можно попробовать петь с другими людьми виртуально я открыл его себя такое интересное предложение как смуле это социальные караоке как они называют это приложение появилось лет 13 назад идея была такая чтобы объединять людей музыка и дать людям возможность петь и сегодня такая возможность есть у всех и своего личного опыта хочу сказать что это конечно гораздо более интереснее и увлекательно чем петь на собой хотя все пение происходит и виртуально алгоритм такой вы регистрируетесь выбираете плейлисты которые вам интересно если вы используете бесплатную версию то абсолютно платить ничего не требуется вы можете выбрать пять плейлистов и присоединяться приглашением вип пользователей те которых использует платную версию записывать свой вокал на подготовленную дорожку и происходит некоторого рода общения взаимодействия с этими людьми можно подписываться на тех людей которые вас заинтересовали есть возможность оставлять эмоциональные реакции комментарии лайкать отправлять подарки то есть это действительно такой может быть суррогат социального пения социального караоке современными технологическими способами еще раз повторю платить ничего не надо если вы не хотите можно пользоваться бесплатная версия которая имеет некоторые ограничения по обыкновению но тем не менее это прекрасный способ петь и петь с другими людьми то есть петь не в пустоту не в душе видеть действительно какую-то позитивную реакцию на свое творчество на свое самовыражение и аудитория очень доброжелательная далеко не все поют хорошо так что не стесняйтесь если вы поете не очень хорошо если вам медведь на ухо наступил это еще ничего не значит честно сказать многие поют враты и хуже меня поэтому смело хочу сказать и вы были волком все могут почувствовать себя певцами и убедиться что поют они очень даже ничего и вот еще парочка других интересных проектов которые осуществлялись виртуально 1 это папку а я это проект из австралии это потрясающая идея две девушки музыканта объединяют желающих петь в каком-то изначально баре но теперь это целые стадионы и огромные залы они разучивают одну песню и поют ее здесь есть здесь есть и алкоголь и шутки это такое приятнейшее времяпрепровождение и в прошлом году папку а я проводил также и виртуальные песнопения и это можно найти у них на youtube канале записи нескольких таких сессий couch choir как они назвали этот проект диванный хор к сожалению они закрыли его совсем недавно и когда я готовила материал прекратили проводить именно виртуальную версию хора так что если вы каким-то образом окажетесь в австралии и захотите попить то имейте ввиду что это можно сделать таким вот веселым и забавным путем вместе с pub choir и более такой профессиональный вариант это виртуальный хор основанным Эриком Whittaker который существует уже более десяти лет и и на данный момент существует сиди записями этого самого хора который может можно приобрести и на сайте этого самого Эрика и хора можно найти записи виртуальных хоров их состоялось шесть на данный момент и можно увидеть какое огромное количество людей и стран участвовало в этом замечательном начинании ну возможно вы создадите следующий новый интересный виртуальный проект итак вернемся к нашей теме о том как можно использовать музыку для успокоения можно использовать колыбельные и здесь я хочу расширить понятие колыбельные потому что это может быть какая-то мелодия какая-то песня для засыпания ну это может быть и какая-то мелодия или песня для успокоения и приведения себя в равновесие ресурсное состояние почему они называются колыбельными потому что они следуют принципам колыбельной то есть это какая-то спокойная размеренная мелодия без особых изменений в ритме в темпе в тоне что имеет успокаивающий и уравновешающий эффект и люди используют музыку для засыпания и ученые подтвердили то что мне кажется нам всем известно и так интуитивно для засыпания больше всего подходят тихие спокойные композиции в медленном темпе с небольшим количеством динамических изменений то есть вариации громкости и силы звучания такая музыка помогает успокоиться замедлить физиологические процессы в организме и выбросить из головы отвлекающие мысли и музыка имеет двойной эффект с одной стороны биологический вы синхронизируете свое дыхание и пульс с медленным темпом музыки и таким образом как бы отключаете свое тело и готовите его ко сну а с другой стороны музыка прогоняет мысли которые не дают заснуть то есть то что я думаю нам понятно всем на подсознательном уровне было подтверждено и учеными и хочу познакомить вас с очень интересными данными о том какие же жанры музыки используются людьми для того чтобы уснуть и для меня было удивительно узнать что довольно большой процент людей в этом эксперименте проведенном используют рок-музыку для засыпания на меня лично рок не оказывает такого усыпительного эффекта поэтому для меня было это крайне любопытно узнать интересно какую музыку использовали вы или используете для засыпания расскажите в комментариях итак давайте продолжим и поговорим об интегративном благополучии что под этим подразумевается это благополучие во всех сферах жизни и а также объединение различных методов техник и инструментов для достижения этого самого благополучия и как это можно все связать с музыкой музыку можно использовать в связке с другими техниками инструментами например можно использовать мантры и песнопение это довольно известный способ как для успокоения так и для достижения каких-то духовных эффектов также научно подтвержденный факт что начитывание мантр и чтение молитв имеет успокаиваю успокаивающий и оздоравливающий эффект за счет того что у них очень похожий ритм это где-то пять с половиной шесть среднем то есть пять шесть вдохов и пять шесть выдохов в минуту и за счет вот этого размеренного темпа этого ритма организм расслабляется и начинает восстановление поэтому действительно чтение мантр и песнопений молитв имеет оздоравливающий эффект за счет этого также никто вам не мешает создать свою собственную мантру свое собственное песнопение это может быть какая-то фраза которая имеет для вас большое значение и оказывает на вас позитивный эффект и можно ее распевать начитывать или повторять при себя во время прослушивания музыки музыку можно совмещать большим количеством дыхательных практик и с некоторыми из них я уже познакомила вас в одном из своих предыдущих видео можно использовать классическую индийскую пранаяму вместе с музыкой можно пользоваться прогрессивным мышечным расслаблением то есть это последовательное расслабление различных мышц тела последовательное напряжение и расслабление что в итоге дает очень качественное глубокое расслабление и успокоение можно использовать такое упражнение как сканирование тела при котором вы последовательно обращаете внимание концентрируете свое внимание на различных частях тела проходя по всему телу своим вниманием и расслабляя успокаивая свое тело можно дополнить это визуализации наполнять части тела светом направлять им любовь то есть можно объединить большое количество различных подходов и техник использовать это все вместе с музыкой ну и конечно же сами визуализации прекрасно выполняются вместе с музыкой это только некоторые вещи которые можно делать вместе с музыкой для пущего эффекта большей пользы и теперь давайте перейдем к творчеству как же мы можем использовать музыку для нашего творчества и некоторые такие опорные моменты основные направления что можно сделать можно использовать музыку просто для того чтобы выражать то что вы чувствуете и при этом это может быть в очень простой форме форме самый простой то есть вы можете просто какими-то простыми звуками слогами выражать то что вы чувствуете возможно вы чувствуете гнев и не обязательно сочиняем какую-то песню для этого можно просто выкричатся подобрать соответствующий звук использовать предмет для того чтобы выразить гнев именно как звук музыкальной форме можно найти музыкальную форму для какой-то идеи для какой-то ситуации которые вы проживаете или какое-то послание себе или другому человеку то есть можно выразить как например любовь кому-то или к чему-то можно создать для себя воодушевляющее вдохновляющее послание или можно даже написать песню которая будет отписывать какую-то смешную забавную ситуацию или сложную например ситуацию которую вы хотите таким образом переработать и отпустить конечно же если есть вдохновение и вам пришла какая-то мелодия или какая-то фраза это может стать прекрасным материалом для создания музыки можно писать музыку исключительно для self empowerment то есть для вдохновления усиления себя для аутотренинга то есть создать свои собственные афирмации свои собственные мантры в виде песен а так как музыка песни запоминаются гораздо лучше чем какие-то фразы и как мы уже выяснили музыка очень сильно влияет на на наш мозг это будет гораздо эффективней и мощнее чем просто проговаривать какую-то фразу афирмацию ну и для удовольствия конечно же даже если вы не нашли какой-то определенные формы не пишите музыку для кого-то ни с кем ей не делитесь вы можете это делать для своего удовольствия и я хочу познакомить вас с простым процессом написания музыки познакомить вас с основами сочинения музыки когда я проходила курс благополучие через музыку и для получения сертификата мне требовалось написать несколько композиций у меня начался некоторый ступор и паника потому что конечно же мне казалось что я никогда этим не занималась значит я и не смогу это сделать это выше моих сил это же надо каким гением быть чтобы этим заниматься ничего у меня не получится и так далее и как оказалось все гораздо проще интереснее и даже приятнее чем я могла представить и я очень даже довольна теми композициями которые я создала это были очень простые композиции но для для начинающего для начала они были очень даже качественными более того ими нужно было поделиться с другими участниками курса что было следующим этапом психологического тренинга для меня в рамках этого самого курса и как я могу судить я сделала очень даже хорошую работу также этот курс помог мне встретиться с другим своим блоком касательно пение о котором я не сказала но здесь я хочу его упомянуть возможно вам также пение покажется нечто таким страшным ужасным и может возникнуть какой-то огромный сильный психологический блок тому чтобы петь и даже петь в приложении смуле где вас никто не знает я через это прошла потому что мой блок касательно пения берет основы в детстве и он также связан с моей мамой музыкантом дело в том что когда я в детстве пела моя мама в какой-то момент начала это дело пересекать она очень много повторяла о том что у меня нет ни слуха ни голоса и пою я вообще ужасно поначалу у меня это вызывало удивление шок как так я же пою восхитительно я была просто в восторге от самого себя от самой себя и своего пения мне казалось никто лучше меня не поет во всем мире но мама постаралась меня переубедить в этом и в какой-то момент я стала задумываться что может мама права она же профессиональный музыкант она должна знать и поверив в это ограничивающие убеждения я поставила себе очень сильный блок который мне мешал по жизни и несмотря на то что я всегда любила петь и мне всегда хотелось петь я стеснялась это делать я не делала это в присутствии знакомых людей а уж тем более родных уж тем более мамы я не понимала что у мамы у моей самой есть блок несмотря на то что она прекрасно музыкант прекрасный инструменталист отлично владеет своим инструментом арфы но петь почему-то она всегда сама стеснялась никогда не пела я не могу припомнить когда я вообще слышала то как она свободно и раскованно поет и вообще поет в общем проецируя это все на себя она поставила и мне такой блок но каким-то образом оглядываясь назад я вспоминаю три случая когда я пела на публике и пела как оказалось в трех разных странах но тем не менее проходя этот курс и опять столкнувшись с темой пения этот блок проявился у меня с огромной силой и никогда мне так не казалось пение неподъемной задачей меня удивляло как вообще люди могут петь не стесняться это казалось чем-то сверхъестественным но понемногу начиная делать свои первые робкие шаги в смоле я помогла себе преодолеть этот блок и сегодня могу смело петь во весь голос не стесняюсь что меня кто-то услышит в том числе домашние и соседи и они не могли меня не слышать потому что теперь я пою громко не стеснялись и надеюсь что вы также сможете преодолеть те блоки которые вам мешают если они вам мешают и перейдете к сочинению музыки к этому творческому процессу и подход здесь очень простой будем учиться у маленьких детей потому что они все делают правильно они не относятся к этому процессу слишком серьезно не пытаются сразу же создать какой-то шедевр безупречный без ошибок без каких-либо неточностей они просто экспериментируют пробуют и получают удовольствие и это самое главное в этом весь секрет написания музыки и так что же для этого требуется шаги очень простые но внутри них как раз и находится весь этот диапазон творчества и неповторимости мы начинаем с того что определяем наше намерение нашу цель то есть нужно понять что что вы пишете и для чего хотите ли вы выразить свою любовь человеку которого вы любите может быть вы хотите переработать какой-то неприятный эпизод своей жизни может быть вы пишите что-то для самоуспокоения или может быть вам нужна какая-то песня которая будет поднимать настроение то есть понимание какое у вас намерение поможет вам определить и атмосферу вашей композиции ее темп ее ритм и вообще ее характер далее мы начинаем использовать наш внутренний талант и имеющие у нас ресурсы под внутренним талантом подразумевается то что даже если у нас нету стопроцентного слуха и мощного голоса у нас все равно есть голос голос который мы говорим у нас есть наши голосовые связки есть рот у нас есть тело и это уже прекрасный музыкальный инструмент потому что мы можем и щелкать пальцами мы можем присвистывать издавать большое количество различных звуков и это и есть внутренний талант под ресурсами подразумевается все то что есть под рукой то есть вы можете использовать простейшие ударные это может быть поверхность стола или даже свое собственное тело очень легко создать бит очень легко создать ритм даже не имея ничего под рукой можно использовать различные вещи здесь все ограничивается только вашей фантазией и креативностью можно взять ложки с кухни и вот вам готовый инструмент ложки можно использовать связку ключей и все 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 что только придет вам в голову далее вы определяете структуру или формы не обязательно писать что-то очень сложное очень запутанное большим количеством припевов куплетов и так далее это может быть просто одна фраза которая повторяется или повторяется с какими-то различными вариациями можно использовать простейшую форму ААБА то есть вы повторяете фразу потом повторяете еще раз потом вы ее немножко видоизменяете и называете еще раз и получается такая форма ААБА где где фраза А трижды повторяется с Б некоторые вариации этой же самой фразы для начала это очень хорошо а дальше ваша фантазия сама подскажет что и как вы хотите писать дальше ну и четвертый шаг это собственно исполнение вашего творения вашего произведения и можно сделать запись и так немножко деталей этого самого процесса то есть мы определили на наши намерения наша цель далее мы придумываем композицию импровизируем добавляем какие-то элементы это могут быть слова также может быть просто мелодия и здесь несколько слов о том что же можно использовать в качестве слов песни и мелодии для слов песни мы можем взять уже существующую песню и как-то их переписать переделать может быть сделать какую-то пародию что также используется в музыкальной индустрии можно взять за основу какое-то красивое стихотворение или сочетание фраз и написать песню под них а можно написать полностью оригинальное произведение и несколько идей для мелодии вы можете полностью симпровизировать создать абсолютно оригинальную собственную мелодию можете сделать ремикс какой-то известной уже песни и далее добавлять элементы например вокальная перкуссия то есть это использование различных звуков которые мы создаем нашим самым ртом битбоксеры владеет этим навыком в совершенстве то есть здесь вы можете причмокивать присвистывать издавать различные звуки можете использовать телесную перкуссию то есть это использование тела это могут быть различные различные похлопывания щелкание пальцев и так далее вы можете использовать инструменты если у вас есть такие вы можете использовать ад либитум то есть такие свободные песнопения песнопения это то есть это все сети и у у у у то да там которые присутствуют в песнях да те кто дружит с техникой кому нравится электронная музыка подойдут программы для обработки звук а также они хороши тем что можно накладывать несколько слоев музыки получается такое многослойное произведение вы можете создавать и свои полноценные ремиксы кто знает может быть вы станете следующей звездой может быть даже получите грэмми потому что и такое возможно в этом году мой земляк получил первое казахстанское грэмми и при этом он не является музыкантом отнюдь нет иманбек сейкенов молодой парень железнодорожник просто увлекается электронной музыкой себя он называет аранжировщиком диджеем саунд-инженером но никак не музыкантом но его ремикс стал не только популярным но и даже завоевал ему такую почетную награду так что дерзайте желаю вам успехов в вашем творчестве и последний момент о котором я хочу сказать это то что музыку можно использовать и для пробуждения то есть для пробуждения радости бытия и потенциала ума души и духа это то что трудно поддается описанию но это все те возвышенные чувства особое состояние души и духа которое мы можем испытать прослушивая музыку и и создавая когда соединяемся с нечто большим что есть во вселенной с творцом создателем и перестаем быть просто человеческими существами остаем остановимся в полном смысле духовными существами и здесь конечно нет универсального алгоритма и рецепта нужно найти то что работает для вас некоторые моменты которые общие для всех это то что музыка имеет большую роль при медитации она может помогать медитировать за счет того что она приводит организм такое балансированное гармоничное состояние также помогает сконцентрироваться на том на чем вы хотите сконцентрироваться не отвлекаясь на посторонние шумы благодаря музыке можно облегчить себе вход в гипногогическое состояние это такое пограничное состояние между сном и борис бодрствованием когда мы очень внушаем и и можно себе как раз таки внушать те самые мантры которые вы для себя определили и или создали музыка также может помочь нам переживать пиковые переживания самые интенсивные самые острые и также помогать нам ходить в состоянии поход потока и что интересно люди которые находятся в состоянии потока становятся в разы креативнее могут найти оригинальное решение для существующей проблемы и более того даже на следующий день они остаются более креативными и творческими чем обычно итак я уже много упомянула мантры сегодня и предлагаю вам создать собственную или даже несколько для начала нужно определить какую идею какое послание вы бы хотели создать для себя возможно это будет что-то вроде я справлюсь или да прибудет со мной любовь и благодать вдохновение и мотивация это может быть да что-то такое вдохновляющее мотивирующие может быть это будет какая-то формула любви к себе или к миру может быть это что-то помогающее преодолеть страх чем выбора за нами за вами предлагаю выполнить такое задание создать свою собственную мантру и начать ее использовать в своей жизни итак подводим итоги что же любой человек может сделать для себя уже сегодня как интегрировать жизнь свою жизнь музыку свою жизнь для большего благополучия первое это создать персональные функциональные плейлисты то есть это не просто музыка которая мне нравится но музыка которая выполняет для меня какую-то конкретную функцию с каким-то определенным назначением очень важно конечно же чтобы музыка в каждом плейлисте каждая композиция вам нравилась и отзывалась позитивно второе это начать петь то как вы это будете делать зависит от вас но я думаю я очень убедительно рассказала о том почему пение очень важно насколько это полезное действие далее вы можете попробовать социальные караоке с помощью приложения смули абсолютно бесплатно или создать свои собственные хоры какой-то может быть зум тусовку с друзьями где вы будете собираться и петь или же в живую начать петь вместе можете попробовать сочинять песни со своей стороны хочу сказать что это занятие не такое страшное как кажется и очень-очень-очень даже прикольное и вы можете создать свои собственные мантры и использовать их для себя и я желаю чтобы музыка вам приносила удовольствие и благополучие в жизни я буду рада услышать вашу обратную связь что из этого мы начали внедрять свою жизнь какие эффекты получили и будем на связи вы можете связаться со мной вы можете оставить комментарии на этом youtube канале можете подписаться на меня в телеграме или в инстаграме и я надеюсь что мы с вами еще встретимся и будем учиться и развиваться вместе всем удачи и пока